Здравствуйте, дорогие друзья! Не извиняюсь немножко за, наверное, неровный экран. Сломался у меня не штатив, а по плану выпуск, наконец-таки, о железе и приеме анаболических стероидов. Поэтому, соответственно, чтобы не оттягивать, мы сейчас с вами быстренько пробежимся по основным тезисам, как связан прием железа, анаболических стероидов, нужно на курсе или не нужно пить железо. И также обсудим, естественно, в первую очередь, как эти моменты отслеживать, кому надо, а кому не надо. Ну что же, поехали, дорогие друзья! Итак, дорогие друзья, на курсе у нас очень неоднозначная всегда ситуация складывается. С одной стороны, если мы увеличиваем количество железа, и у нас начинает расти гематокрит, сие влияет и на коагуляцию, то есть на свертываемость крови, что, соответственно, приводит к совсем нежелательным побочным эффектам. Поэтому, чтобы не приводить к побочным эффектам, надо отслеживать гематокрит, лучше это делать вместе с коагулограммой, и, естественно, регулировать баланс вашего железа в организме. Как может потеряться железо? Вот мы знаем, что вроде бы все анаболические стероиды, которые у нас есть, вроде бы все логично. В свое время их использовали для лечения анемии, потом, соответственно, от этого отказались, так как появились у нас формы различного железа, стали появляться, которое можно воткнуть как внутривенно-капельно, так и теперь в далеком-далеком будущем мы имеем, соответственно, возможность использовать железо в виде всего одной таблеточки, дорогие друзья. И, соответственно, в чем суть? Суть в том, что, получается, понимаете, вы едите, когда анаболические стероиды, вы же не едите железо, они просто увеличивают, да, его синтез условно, да. Вот, но, но, рано или поздно, соответственно, в организме вот этот склад вашего железа, да, возможный вот этот синтез, он уменьшится, он исчерпается, потому что вы просто гормонами достаете его условно со склада, да. Вы не производите чего-то нового. И здесь встает вот какой вопрос. У кого будет дефицит железа на стероидах, а у кого не будет, соответственно. Вот не будет, скорее всего, дефицита железа на стероидах у людей, у которых в порядке кишечник, у которых нет вздутия, повышенного газообразования, ну, тем более метеоризма какого-то, нету, соответственно, диареи или запоров, или каких-то других проявлений. Но не всегда, конечно, здесь имеют место быть клинические какие-то проявления. Могут быть гриппы или бактерии. Это вот смотрите видео по Осипу, то, что я снимал. Они не всегда и не все дают какую-то клиническую картинку, но, тем не менее, мы можем отследить и сказать, что у таких людей, у них проблемы с ЖКТ. Выражается это в образовании биопленок. Выражается это в том, что вы начинаете плохо всасывать не только железо, но и другие микроэлементы. Просто сегодня мы говорим о железе. И вот в том числе вот это наше пресловутое железо, получается, ЖКТ плохо всасывается. И у вас только остаются стероиды, вы употребляете. Вы употребляете условно внутренние запасы организма. Пока так буду это говорить. Кому интересно, там про костный мозг рассказать, про все фракции железа пишите. Но чтобы видео не растягивалось, чтобы не вызывать лишних вопросов, так как это видео изолированное, я хочу, чтобы, соответственно, мы эти вопросы разделили. Поэтому, кому интересно про метаболизм железа, пишите, если я увижу, что много желающих в комментариях. Я отдельно сниму про это выпуск. Но сейчас мы говорим и должны в голове зафиксировать вот что. Гормоны – это не равно, соответственно, какой-то там конкретный микроэлемент высокий. До поры, до времени они будут увеличивать синтез, пока есть ресурсы в вашем организме. Так же происходит с белком. Если вы качаетесь, и белок по каким-то причинам не усваивается, или вы его мало потребляете, то до поры, до времени на стероидов будет идти мышечная масса. Потом эта мышечная масса у вас закончится, и прогресс станет. Вот. Ну и такого же мнения придерживается Сергей Попов. Мы уже снимали с ним предыдущее видео про железо. Кому можете интересно посмотреть. Это бодибилдер в России, очень известный, знаменитый. Ну вот, пожалуйста. То есть, уже опыт даже бодибилдеров, даже люди, кто как бы раньше особо не сдавал анализы и очень любили все эти препараты, сейчас, соответственно, даже не рассчитывают на вот это вот чудотворное действие стероидов, что все от них заросло, вот эти вот мифы, коленки выздоровели, железо накопилось, все вопросы мы решили. На самом деле нет. На самом деле, по большей части, мы все равно говорим о том, что да, стероиды какие-то проблемы решают, но приносят огромный ворох других проблем, которые мы должны научиться решать. Для обывателя, наверное, очень важно, здесь подчеркну, принять для себя, что есть эти проблемы. Да, есть проблемы с приемом анаболических стероидов неответственным и, соответственно, с пренебрежительным отношением в том плане, что кто-то D3 не добирает, кто-то железо, кто-то еще что-то. Поэтому смотрите за этим внимательно. Если вы решили употреблять анаболические стероиды, помните, что, соответственно, любой ваш неверный шаг влево или вправо может привести к очень серьезным последствиям в вашем организме. И что стероиды – это далеко не витамины, и у них есть всегда свои показания. Ну ладно, об этом мы уже рассуждали в других видео, кому интересно, смотрите. А сейчас мы, соответственно, резюмируем вот что. Если вы хотите понять, откуда у вас на стероидах дефицит железа, вы должны сдать хромоспектрометрию по осипову, сделать УЗИ брюшной полости и дальше продолжать копаться в брюшной полости, пока вы не поймете, какие у вас там диагнозы есть, и не пролечите идеально ваш кишечник. Пока этого не произошло до конца, железо нужно подкидывать извне. Я лично использую вот такое вот железо. Сейчас оно у вас выйдет у всех на экране. Снимал многократно про него видео. И, соответственно, в принципе, доволен первыми результатами. Скоро выложим видео. У меня пациентка снизила в два раза на фоне приема даже гипогликолитические средства. Но об этом мы все постепенно расскажем. То есть, действительно, нормализует метаболизм. Железо очень нужно организму. Другая сторона медали, что надо понять, ну, кому именно нужно. Я уже приводил анализы в пример пациентки. Мы сдаем ферритин, железо сывороточное. Мы видим, если там железо, ну, там, допустим, еще там в рамках каких-то, да, референсных значений, там ферритин вообще, допустим, ушел в минус. Бывает такое. Бывает, что наоборот. Соответственно, там ферритина нормальное количество, а железо сывороточное недостаточно. Это еще зависит от того, сколько трансферритина. Ну, и от многих других факторов. Об этом мы можем разговаривать дальше. Кому интересно, пишите ваши вопросы. Мы обязательно продолжим говорить о железе. Сейчас надо зафиксировать вот что. Если, ну, сейчас вы считаете, что вам дорого и долго лечить ваш, соответственно, кишечник, чтобы естественным путем усваивалось ваше железо, или вы находитесь уже на курсе, да, и вот решили, что, ну, не можете сейчас, да, закончить все эти анаболические истории, слезть с астероидов, да, как-то заняться здоровьем, а вот нужно здесь сейчас выступить, как многие спортсмены говорят, потом я там займусь здоровьем, то как минимум вам все равно какое-то количество, ну, железа, скорее всего, будет необходимо, если вы уже достаточно давно на курсе. Конечно, если вы только недавно сели на курс, то, как правило, наоборот, железо от анаболических стероидов, конечно, будет подниматься на ранних этапах. Поэтому мы ничего не делаем вслепую. Мы не можем сказать, что оно абсолютно всем нужно. Мы, конечно, смотрим по анализам. Ферритин, железо сывороточное, ну, можно трансферритин посмотреть, можно другие, соответственно, анализы посмотреть, но ферритин и железо сывороточное – это два базовых анализа, которые позволяют понять, есть у нас дефицит или нет у нас дефицит. И отталкиваясь от этого, подбирать дозировки. Ну, качки у меня, как правило, пьют как минимум там 2-3 таблетки в течение дня. И важно железо не смешивать с магнием, не смешивать с молочкой, помните об этом. Вот они друг дружке мешают усваиваться. Вот, ну и пишите. Тайминг заканчивается время, поэтому жду, соответственно, всех ваших вопросов в комментариях. Пишите, мы продолжим говорить за железо на курсе. Помните, что нужно сдавать гематокрит, сдавать коагулограмму. И если у вас, соответственно, высокая коагуляция, то задуматься, да, и сравнить, есть ли у вас, сколько у вас, ну, коагуляции, да, условно, да, насколько завышено и насколько занижено железо. Здесь тоже еще идет разговор о таком балансе. Вот, если коагуляция в норме, а вы видите, что железо заканчивается, то все это вот точно, безопасно можно его, соответственно, принимать и восстанавливать вашу, соответственно, ваши дефициты. Если видите, что гематокрит высокий, коагулограмма у вас высокая, ну, я бы не торопился с принятием решений о приеме железа на данный момент. Да и, скорее всего, вы не увидите дефицита все же в анализах какого-то яркого. Хотя бывает по-разному, смотря какие анаболики вы применяете. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok